В эту субботу состоится самое долгожданное событие для наших соликамцев из День города. До праздника осталось совсем мало времени и вот мы видим, уже появляется главная сцена. Монтажом сцены занимается Пермская компания, техническая лаборатория. 38 мужчин из Перми возводят железный каркас сцены. Георгий Кунгурцев, работник технической лаборатории, рассказал нам, почему сцена возводится за три дня до праздника. У нас заявлены более ранние саундчеки, у нас же должна проходить репетиция 14-го числа, поэтому как бы два дня на постановку площадки, чтобы было спокойно, вполне нормально, плюс еще день на настройку нормального звукового оборудования, потому что когда приезжаешь очень поздно, не успеваешь хорошо выстроить звуковое давление. Георгий заверил, что у нас в городе при установке сцены они все сделают как нужно и вовремя проблем ни с чем не возникнет, ни со звуком, ни со сценой. При установке сцены используются немецкие технологии, немецкие леса. Также после установки, как рассказал нам Георгий, сцену проверят на прочность. У любой конструкции есть такое понятие, как ветроустойчивость. Данная конструкция ветроустойчива до ветра где-то в 18 метров в секунду. Так что наша сцена абсолютно безопасна для окружающих и выступающих. Ну что же, с главной сценой разобрались, идем дальше. Кроме концерта на главной сцене, соликамцев будут ожидать также различные площадки, расположенные по всему центру города. Вот здесь, например, в 15 августа соликамцы смогут увидеть различные арт-объекты, даже поиграть в шахматы. Площадка, расположенная в центральном сквере, будет называться «Осолья Мияи». Начнет она свою работу в 12 часов дня. Рядом же на Воскресенской площади с 10 утра будет работать площадка «Большое веселение». В 10 часов откроется традиционный для дня города турнир по уличному баскетболу. Кстати, заявиться еще могут все желающие. Сюрпризом станет показательное выступление пермской баскетбольной дружины «Парма» под руководством нашего земляка Вячеслава Шушакова. Финальные игры пройдут в 2 часа дня. На открытой в прошлом году набережной расположится с 2 часов арт-резиденция «Соль». Также с 2 часов гостей и жителей города будет ждать соборная площадь с выставками и конкурсами под названием «Здесь вся соль». А вот чемпионат по волейболу, фотовыставка, фотоконкурс и прочее пройдет за усокой с 2 часов дня. Ну и вновь вспомним главную сцену, на которой в 3 часа состоится поднятие флагов и торжественное открытие праздника. Подарком от компании «Уралкали» станет выступление Елены Терлеевой и группы дискотеки «Авария». И завершится все праздничным фейерверком. Более подробно узнать о работе площадок можно будет на самом празднике, как рассказала нам Татьяна Лехтина. В центральном сквере будут расположены информационные стенды. Кроме того, попасть на нужные площадки людям будут помогать около 300 волонтеров. Это все будет 15 августа, а пока вспомним о подарках, обещанных ко дню города. Такие, как восстановление Демидовского сквера и восстановление дорожек у Соборной площади. На данный момент эти объекты еще не готовы и выглядят вот так. Работа, конечно, идет полным ходом. На контроле этот вопрос сиюминутно, я бы так сказала, потому что, конечно, мы максимально заинтересованы, чтобы все было сделано. Но я скажу сразу, что с моей точки зрения у строителей шансов не справиться с работой нет. На местах, где сейчас ведутся работы, в День города запланировано провести много интересных конкурсов. Так что у рабочих есть время до вечера пятницы привезти сквер и Соборную площадь в надлежащий вид. Как видим, подготовка ко дню города идет полным ходом, а значит, в субботу нас ждет много интересного. Главное, чтобы погода не подвела. Евгения Константинова, Олег Власов, телекомпания Соль-ТВ.